Добрый день зрители канала Марина Цветы! Вот и пришло время посеять землянику. Обычно в простонародье мы называем ее клубника, но по агротехническому названию это группа земляники. Особое внимание я хочу обратить на такие сорта ремонтантные, которые плодоносят у нас с начала лета, с конца весны и практически до заморозков. Вот такой сорт искушения я буду высевать. И действительно мы имеем возможность семенами вырастить огромное количество сортов земляники и быть уверенным в то, что мы получим то, что мы видим на картинке и то, что мы хотим. А когда мы покупаем готовую рассаду, иногда продавец ошибается в этих сортах и мы получаем разочарование. Я в этом году также вам советую использовать метод стерильной рассады. Прежде всего для того, чтобы просмотреть, как прорастают семена, потому что семена очень мелкие и посеяв грунт, иногда вы можете не получить всходы. Более того, земляника бывает сходит очень долго, от 7 до 30 дней. Это все зависит, конечно, от хранения семян, от сбора семян и, конечно, от сорта. Метод стерильной рассады заключается в том, что мы проращиваем семена на многослойной бумаге. Это могут быть кухонные полотенца или туалетная бумага. В 2-3, а то и в 4 слоя мы выкладываем. У меня будет 3 слоя, 3 сорта, поэтому я уже их разграничила. Контейнер вам нужен и сверху обязательно накрываем или стеклом, или пленочкой пищевой, или вот такой крышечкой, для того, чтобы к семенам поступал свет. Если вы зритель моего канала «Марина Цветы», вы уже знаете, что для семян белый спектр очень важен. Он не только стимулирует прорастание, но моментально начинает растение укреплять иммунную систему и развиваться намного лучше, чем семена, которые прорастают, например, в грунте. Даже по количеству семян и, конечно, по ценовой политике мы видим, какой сорт. Здесь семян в искушении очень мало, поэтому работаю очень аккуратно. Итак, мы берем с вами контейнер и проливаем достаточно горячей водой температурой 50-60-70 градусов. Кипятком мы с вами не работаем. Этот метод не оправдал себя. Растения стимулируются кипятком, не жизнеспособные. У него слабый иммунитет, они вытягиваются и могут в ближайшее время поникнуть. А вот такой горячий способ посева 50-60 градусов, это у нас стимуляция роста растения. Вообще все семена прорастают при температуре 25-30 градусов. Если мы используем более горячую воду, это уже является как стимуляция и пробуждение гормона роста. И вы можете использовать в начальной фазе такие препараты, как епин или циркон. Но вот горячая вода позволяет избежать использования. Это сорт у меня барон. Здесь побольше семян. И пока горячая салфетка, здесь очень важно на горячую салфетку успеть просеять семена. Потом можно чуть-чуть вот так вот. И семена Александрия тоже быстро просыпаем. Салфетка влажная у нас, горячая. Но сверху я еще сбрызну дополнительно тоже теплой водой. Очень быстро закрываем. Очень быстро контейнер закрываем. И помещаем на свет все мелкопыльные семена. Хотя земляника не относится к мелкопыльным. Это просто мелкие семена. Прорастают на свету. Контейнер у нас сейчас горячий. Мы ставим на светлый подоконник. Вы можете подсвечивать обычной настольной лампой в течение нескольких дней. 10 часов можете подсветить, если пасмурная погода. Это будет стимуляция прорастания семян. Если у вас холодный подоконник, подложите что-нибудь. Или полотенце, картонку, книгу. Все что угодно. Поставьте поближе к батарее. Если у вас есть фитолампа, на канале Марина Цветы в плейлисте аксессуары для сада огорода. Я даю вам рекомендации по тому, как выбрать, какого спектра фитолампы с учетом ваших условий прорастания семян или рассады. Ну вот наличие белого спектра обязательно. Контейнер очень теплый. Мы размещаем. И высевала я семена 2 февраля. Дорогие друзья, для меня это очень значимая такая дата. У меня всегда начинается уже массовый сезон. Почему-то именно со 2-го, но и 2-го. И смотрим, наблюдаем за сколько дней прорастут такие семена. И в дальнейшем я покажу, как мы их пересаживаем. Очень аккуратно тоже с помощью иголочки или вот такой зубочистки. Или острой спички вы поточите. Подхватываем просто корешок и уже пересаживаем в грунт. Но это вот будет по типу, я не успела пересадить львиный зел до конца. Это я, если вдруг вы не увидите мои видео. Посмотрите, здесь тоже достаточно мелкие семена. Еще мельче, чем у земляники. Я часть пересадила, часть просто не успеваю. То я тогда подсыпаю по чуть-чуть землю. Увлажняю аэрозольки с пульверизатора. Проветриваю, еще держу под крышечкой. Обязательно уже в этой фазе обрабатываю фитоспорином. Очень аккуратно. Находится под подсветкой или на солнечном подоконнике. Видите, несмотря на то, что тоненький львиный зев, ну и земляничка у вас так может быть, растения все хорошо выглядят. И постепенно так будем подсыпать земельку. У землянички мы не должны засыпать розеточку. Ну, я надеюсь, что я сниму для вас это видео, но вдруг хочется очень много рассказать в этом видео. После появления семидольных листиков, когда они открываются, можем пересаживать в легкий грунт, который не содержит кислого низинного торфа или торф в минимальном количестве. Для рассады кислый грунт это очень опасно. И в фазе уже трех листиков настоящих мы можем переходить под кормки к удобрению растений. Сейчас такой активный сезон, что я вот вам стараюсь сразу снять видео и рассказать дальнейшие агротехнические условия. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Марина Цветы, где очень много агротехнической профессиональной информации. Мы стараемся всегда ответить на ваши вопросы профессионально. Разбираем ваши вопросы досконально, учитываем не только ваши ошибки, но и ошибки, может быть, даже природы. Поэтому экспериментируйте, выращивайте большое количество сортов земляники. Это не только сладкая ягода, но это еще и удовольствие смотреть, как вырастают эти растения. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео в соцсетях, для многих это будет интересно. И я вам желаю хороших урожаев!